Настя, я тебе скажу одно, что, конечно, безумно жалко в 55 лет смерть любого человека. Вообще, это огромное горе для окружающих, для близких. И зная, зная Бориса Немцова как человека молодого, перспективного, жалко. Как политика, понимаешь, тоже как бы все поэтапно. Потому что, ну, быть в свое время молодым премьер-министром, решать задачи государства, и тем более в столь такой трудный момент, это очень тяжело. Я, это моя точка зрения, это моя точка зрения. Конечно, быть обиженным на власть, я не знаю, что произошло. Кто-то что-то ему, может быть, не помог, кто-то что-то, может быть, ему не дал в свое время. Я считаю, таких людей обижены. Так, ребят, потихонечку стучите, пожалуйста, стучим потихонечку. Я понимаю, что мы работаем, но мы пиарим еще и спортивный зал. Конечно, конечно, все, что с ним произошло, это безумная трагедия. Трагедия не только для семьи, мамы, жены, детей. Трагедия для близких людей. Трагедия для всех. Знаешь, ну я, честно говоря, не сторонник пойти его провожать. Знаешь, я огромное количество написал статей, где я пишу, что да, конечно, человек, который ругает власть, не согласен с нею. В такой момент не нужно раскачивать лодку, абсолютно это никому не нужно. Я об этом говорю, что, я говорю, ребят, можно пойти просто как помянуть этого человека, просто молодого, перспективного, нормального человека. Но как, знаешь, как пишут, он патриот своей страны, он герой, давайте сделаем, значит, там улицу назовем. Я категорически не согласен. У нас что, мало патриотов, погибших и каждый день погибающие, получая звание Героя России. Это пацаны на Кавказе. Это те люди, которые отдают свою жизнь, не жалея своего живота и получая посмерть на звание Героя. Почему их имени улицы не называют? У нас есть олимпийские чемпионы, у нас есть чемпионы мира и Европы, у нас есть ветераны, которые с радостью и с честью несут достоинства нашей Родины, флаг и гимн. И поют этот гимн со слезами на глазах. Почему в их честь не называют имена? Здесь я абсолютно не согласен. Да, мне безумно жалко его как просто человека.